Мы, как уважающие себя леди, должны каждый вечер быть готовы к выходу. А я знаю одну такую девушку, которая всегда выглядит отлично и готова отправиться на мероприятие в любой момент. Снежина Полова! Да, и тут же познакомиться с организаторами вечеринки и завести деловой разговор. Привет! Привет, Снежин! Я смотрю, вы там веселитесь, да? Да. Есть немного. А я не могу расслабиться даже на самой крутой вечеринке. Это точно, но мы будем учиться этому и подготовим для тебя вечеринку, на которой ты точно не будешь скучать. А за музыку отвечаю я. Ну, круто. Ловлю вас на слове, девчонки. Все знают, что кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Но мало кто задумывается, что это правило работает и наоборот. Фактор успеха self-made woman – это регулярный, активный и веселый отдых. Например, Дженнифер Лопес раз в неделю бывает в спа-салоне, чтобы побыть наедине сама с собой. Ее коллега по цеху Шакира ходит за грибами. А Джонни Деппи Саша Пивоварова увлеченно рисует. Но на это же уходит очень много времени. А где его взять, если ты увязла в работе? Отличный вариант работы, где ты сама можешь распределить свое время – это домашнее производство. Игрушек, аксессуаров, головных уборов. Одна моя знакомая чудесно справляется с производством домашних шоколадных конфет. А другая сколотила целое состояние на варке мыла. Для современной девушки гибкий график и возможность отдыхать – мечта. У нашей зрительницы Екатерины Бабковой такая мечта сбылась благодаря компании «Арифлейм». Катя не только забыла, как страшный сон офисные будни с 9 до 6, но и может в любой момент сделать себе выходные или даже отпуск. Ведь на этой работе она сама себе начальник. Катя Бабкова, 18 лет, жительница города Ступино. Еще в школе начала зарабатывать первые деньги, показывая подругам каталог «Арифлейм». Сегодня Катя стоит во главе собственного небольшого бьюти-бизнеса и рулит новеньким авток, купленным на доход от своего дела. Обожает праздники и путешествия, поэтому считает свою работу идеальной. Скажи, как тебе удалось в 18 лет добиться такого внушительного успеха? Чтобы начать свой бизнес, мне не требовалось больших материальных вложений, поэтому от меня только нужно было упорство и сила воли. Работа с людьми, она приносит определенную долю стресса. Как ты справляешься со стрессовыми ситуациями? Мы переключаемся просто на позитивные эмоции, о плохом забываем. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты тратишь на отдых и сколько на работу? Я достаточно много работаю, но могу себе позволить любое время отдохнуть с друзьями, сходить на фитнес, в тражерный зал. Я хочу тебе подарить такой чудесный эксклюзивный вечер и познакомить тебя с нашей Натальей. Она сегодня играет свой диджейский сет в одном из московских клубов, так что отправляйся к ней. Мы с Катей сегодня отлично провели наш вечер, а самое главное, вывели 4 правила успеха. Не думай 24 часа о работе, это совершенно непродуктивно. Лучше потратить 1 час в день минимум на какие-то свои маленькие радости. А я советую не откладывать отпуск, ведь накопленный стресс негативно сказывается на здоровье. Не копив себе никакие эмоции, а лучше делись ими со своими близкими или с друзьями. Отдыхай с успешными девчонками, ты такими как мы, ведь успех заразителен. Ну а если ты тоже хочешь стать успешной, то присоединяйся к Арифлейм на арифлейм.ру.